Беседа о наслаждении будущими благами и ничтожестве настоящих. Силен жар и томителен зной, но не ослабил он вашего усердия и не сушил расположение к слушанию по учению. Таков пламенный и внимательный слушатель, подкрепляемый любовью к слушанию, он легко перенесет все, только бы исполнить это прекрасное и духовное желание свое. И ни холод, ни зной, ни множество дел и забот, ни другое что-либо подобное не может остановить его, тогда как ленивого и беспечного не пробудет ни благорастворение воздуха, ни досуг и свобода, ни удобство и легкость. Нет, он продолжает спать каким-то сном, достойным всякого осуждения. Но вы не таковы. Нет, вы лучшие из живущих в нашем городе. И точно, первые люди в городе – вы, которые всегда так внимательны и бодры и неотступно следите за поучениями. Это зрелище, то есть собрание в церкви слушателей внимательных, для меня величественнее царских чертогов. Что там дается, то каково бы ни было, прекращается вместе с настоящей жизнью и причиняет множество беспокойств и тревог. А здесь ничего такого нет. Напротив, и совершенная безопасность, и честь, свободная от тревог, и власть, не имеющая конца, непрекращаемой смертью, но тогда-то и делающаяся более безопасной. В самом деле, не говори мне, что такой-то восседает на колеснице, высоко поднимает брови и окружен толпой телохранителей. Не говори ни об его поясе, ни о крике глашатая. Нет. Покажи мне отличия начальника не в этом, но в его состоянии по душе. То есть управляет ли он своими страстями, побеждает ли недуги сердца, например, обузывает ли пристрастие к деньгам, укращает ли ненасытную любовь плотскую, не сохнет ли от зависти, не возмущается ли сильной страстью тщеславия, не боится ли, не трепещет ли бедности или неблагоприятной перемены, и не умирает ли от этого страха? Такого-то покажи мне начальника. Вот это власть. Но если он, управляя людьми, сам раболепствует страстям, о таком я скажу, что это раб более всех людей. У кого внутри гнезица горячка, о том, хоть внешний вид тела и нисколько не показывает этой болезни. Врачи, однако, наверное, говорят, что он одержим сильной горячкой, тогда как простые люди этого не знают. Так и я о человеке, которого душа в рабстве и в плену страстей, несмотря на то, что внешний вид его ничего такого не показывает, а показывает противное. Скажу, что он более всех раб, потому что в нем глубоко гнезица греховная горячка, и насильственная власть страстей утвердилась в самой душе. А кто сбросил с себя эту власть, не увлекается злыми пожеланиями, не страшится и не трепещет безрассудно нищеты и бесславия, и прочих тягостей настоящей жизни. Того, хоть он одетый в рубище, сидит в тюрьме и закован в цепи, назову начальником и свободным, и царственнее царей. Так власть не покупается за деньги и не имеет завистников. Ее не знает ни язык злоречивого, ни глаз зложелателя, ни ухищрения коварных. Нет, живя как бы в неприступном убежище, и любомудрее. Она всегда остается неодолимой, эта власть, и не уступает не только другим обстоятельствам, но и самой смерти. Это доказывают мученики. Тела их разрушились и обратились в прах и пыль. Но власть каждый день живет и действует, прогоняет демонов, искореняет недуги, возбуждает целые города и ведет сюда народ. Сила этой власти не только при жизни обладающих ею, но и по смерти их. Такова, что никто по принуждению, а все идут сюда по доброй воле, и с охотой нисколько не утомляется продолжительностью. Видите, не напрасно я сказал, что это зрелище величественнее царских чертогов, тамошнее похоже на засыхающие листья и мимо текущие тени, а даруемое здесь подобно алмазу. Даже его тверже, потому что вечно, непоколебимо и не подлежит никакой перемене, безбоязненно приходит к любящим его, свободно от брани и распри, от зависти и судилищ, от козни и клеветы. Благо, мирские, имеют много завистников. А духовные, чем большему числу людей достаются, тем обильнее оказываются. В этом можно убедиться из настоящего слова. Если это слово, которое передаю всем, удержу я у себя, то буду беднее. А когда сообщаю всем, то как бы бросаю семена в чистую землю, умножаю тем свое достояние, увеличиваю богатство, вас всех делаю богаче, да и сам не делаюсь от этого беднее, напротив, еще гораздо богаче, не так с деньгами, а совершенно напротив. Если бы у меня в кладовой было золото, и я захотел раздавать его всем, мое богатство, умоляясь через эту раздачу, не могло бы оставаться в прежнем своем количестве. Итак, когда духовные блага так превосходны, когда получить их весьма легко, так как они желающим сообщаются даром, то возлюбим их более всего, а тени бросим и не будем бежать к стремнинам и подводным камням. Чтобы усилить в нас эту любовь к благам духовным, Бог устроил так, чтобы мирские блага исчезали еще прежде смерти своего обладателя. В самом деле, не тогда, как скончаются обладатели их, не тогда только и они кончаются, напротив, вянут и умирает еще при жизни его, чтобы скоропечность их и отвела от этой страшной заразы и самых страстных и безумных искателей их, открывая природу этих благ и научая опытом, что они бессильные тени и через это искореняя в людях самую любовь к ним. Например, богатство не только исчезает с кончиной богатого, но даже оставляет его и при жизни. Молодость убегает от обладающего ею не только тогда, когда он скончается, но и когда еще дышит. Она кончается на пути зрелого возраста и уступает старости. Равные красота и благообразие еще при жизни женщины кончается и переходит в безобразие. Слава и могущество тоже, почести и власть однодневны и кратковременны. Умирают скорее людей, обладающих ими. Словом, мы видим, что и вещи, то есть земные блага, ежедневно гибнут, так же, как и тела человеческие. А это для того, чтобы мы, пренебрегая настоящим, прилиплялись к будущему и искали наслаждения в последнем, чтобы, ходя по земле, сердцем жили на небесах. Бог создал два века, один настоящий, другой будущий, один чувственный, другой духовный, один доставляющий телесное успокоение, другой нетелесное, душевное, один на опыте, другой в надеждах, одному повелел быть поприщем, другому местом награды, первому в удел назначил борьбу, труды и подвиги, а второму венцы, награды и воздаяния, один сделал морем, другой пристанью, один кратким, другой нестареющимся и бесконечным. то домостроительство, он через это будущее благо полагает нам перед глазами и таким образом удостоверяет в их существовании грубые умы наши. Так как он пришел, чтобы принести к нам жизнь ангельскую, землю сделать небом и дать нам такие заповеди, которые исполняющих их уподобляли бы бесплотным силам, то и сделал людей ангелами, призвал их к высшим надеждам, расширил тесные поприща для борьбы, повелел стремиться к высшему, восходить к самым верхним кругам небесным, выступать против демонов и сражаться со всем воинством дьявола, повелел, имея тело и находясь в узах плоти, умерщвлять тела, прекращать волнение страстей, плоть, как бы то ни было, носить на себе и в то же время усильно стараться сравнить с бесплотными силами. 362. Так как он заповедовал это, то смотри, что делает, как облегчает подвиг. Впрочем, если угодно, наперед скажем о важности заповедия, о том, какой высокий полет он указал нам, как, выводя почти из пределов природы человеческой, повелел всем переселиться на небо. В самом деле, тогда как Моисеев закон повелевает око за око, он говорит, «Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Не сказал только, перенеси обиду благодушной и скротостью, но поди еще дальше в любомудрие. Будь готов терпеть больше, чем сколько хочется обидчику. Великостью твоего терпения победи дерзкую наглость его. Пусть он удивится необычайной кротости твоей и с кем отойдет впрочь. И далее говорит, «Молитесь за обижающих вас, молитесь за врагов ваших, творите добро ненавидящим вас». Предложил совет и о девстве, говоря, «Кто может вместить, да вместит». Так как оно, девство, после прислушания Адамова отлетело и удалилось из рая, то он, сошедши с неба, опять приводит его, возвращая как будто беглеца в прежнее Отечество, и освобождая из дальней ссылки, пришедшую на землю, он сам родился от девы и переменил законы природы. И таким образом, в самом начале своей земной жизни почтил девство, являя матерь свою девою. «Итак, так как он, пришедший на землю, предписывал такие заповеди и требовал от нас высокой жизни, то и награды давал соразмерные трудам, и даже большие и высшие. Но и эти награды были невидимы только в надеждах, в вере и ожидании будущего. Так как заповеди трудны и возвышены, а воздаяние награды в вере, смотри, что он делает, как облегчает подвиг, и как помогает в борьбе, как и каким способом. Двумя следующими путями. Во-первых, тем, что сам исполнил заповеди, а во-вторых, тем, что показал и положил перед глазами людей награды. Одну часть его учения составляли заповеди, а другой награды. Заповеди молитесь за творящих вас и гонящих вас, творящих на пасти, а награда, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. И еще, опять, блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и прорекут на вас всякий злой глагол, лжущий на вас меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Видишь, одно заповедь, а другое награда. Опять, если хочешь быть совершенным, продай имение твое и раздай нищим и следуй за мною, и будешь иметь сокровища на небесах. Видишь, иную заповедь и награду. Одно повелел им, ученикам делать, а другое сам приготовил. Это было наградой и возмездием. И опять, всякий, кто оставит дом, братьев и сестер, это заповедь, но получит в остаток раз больше и жизнь вечную. Это награда и венец. Итак, так как заповеди были важны, а награды за исполнение их невидимы, вот он делает. Сам выполняет их на деле, и венцы полагает нам перед глазами. Кому велят идти по непробитой дороге, тот скорее и охотнее пойдет по несли увидеть, что кто-нибудь пошел впереди его. Так и в отношении к заповедям. Легко следуют те, которые видят идущих впереди их. Итак, чтобы природе нашей легче было следовать, он принял нашу плоть и природу, пошел в ней и выполнил заповеди на деле. Так заповедь, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Он сам исполнил, когда служитель архиерейский ударил его по щеке. Он не отомстил ему, но перенес с такой кротостью и сказал, если я сказал худо, покажи, что худо. А если я сказал хорошо, то что ты бьешь меня? Видишь ли кротость, приводящую в трепет? Видишь ли смирение, поражающее изумлением? Получил удар не от какого-нибудь свободного человека, но от служителя, взросшего под бечом, родившегося в рабстве, и отвечает ему с такой кротостью. Так отец его говорит иудеям, народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечайте мне, М. 6.3, как он говорит, свидетельствую о зле, так и отец, отвечайте мне, как он говорит, что ты бьешь меня, так и отец, чем я оскорбил вас, или что я чем отяготил, опять, когда он хотел научить нестяжательности? Смотри, как сам показывает ее на деле, говоря так, лисы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а сын человеческий не имеет, где и голову подклонить. Видишь, какая крайняя нестяжательность. Не было у него ни стола, ни светильника, ни дома, ни стула, ни другого, чего такого. Учил он благодушно переносить злословие и показать это на деле. Так, когда иудеи называли его бесноватым и саримомарянином, он хоть и мог погубить и отомстить им за обиду. Не взял, однако же, этого, напротив, еще оказал им добро и изгнал из них демонов, сказав, молитесь за творящих вам напасти. Сам исполнил это, когда взошел на крест. Когда его распяли и пригвозили ко кресту, он, вися на кресте, сказал, прости им, ибо не знает, что творят. Говорил же это не потому, чтобы сам не мог отпустить, но чтобы научить нас молиться за врагов, так как он не только учил на словах, но и выполнял свое учение на деле, поэтому употребил и молитву. Итак, никто из еретиков, видя великое человеколюбие его, да не думает, будто эти слова показывает немощь его. Он сам сказал, но да знаете, что имеет власть Сын человеческий на земле отпускать грехи. Нет, он хотел учить, а учащий вводит свое учение не только словами, но и делами своими. Поэтому он употребил и молитву. Так он умыл и ноги ученикам, не потому, чтобы был меньше их, нет, он, будучи Богом и Господом, только снизошел до такого смирения. Вот почему он и говорил, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. А как еще иначе он показал и положил нам перед глазами самые награды и воздаяния. Послушай, обещал он воскресение тел, нетление, сретение его на воздухе, восхищение на облаках, и это доказал на деле. Как и каким способом? Тем, что умерший воскрес. Для того и был он вместе с ними учениками в продолжении сорока дней, чтобы удостоверить их и вразумить, каковы будут наши тела по воскресенье. Опять сказал через Павла, восхищены будем на облаках, встретим ему на воздухе. Он и это доказал делами. По воскресенье, когда благоволил зайти на небо, он в присутствии их учеников был взят и облако скрыло его от очей их и они взирали след ему. Значит, и наше тело будет сообразно его телу, потому что из одного с ним вещества, так как что с главой, то и с телом, что с началом, то и с концом. Это, желая показать яснее, и Павел сказал, он преобразит уничиженное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу его, филиппийцам 3.21. Итак, если наше тело будет сообразно телу Иисуса Христа, то и пойдет тем же путем и также поднимется на облаках. Этого ожидай и ты в воскресенье, так как слово о царстве было темно для слушавших его тогда, потому он, зашедший на гору, преобразился учениками своими, чтобы открыть им будущее славы, как бы в зеркале, и хоть не ясно показать, каково будет наше тело, но тогда, во время преображения, явилось тело в одеждах, а в воскресенье не так, тело наше уже не будет нуждаться ни в одеждах, ни в покрове, ни в доме, ни в другом чем-либо подобном. Если Адам до преступления не стыдился своей ноготы, потому что облечен был славою, тем более наши тела, в высшее и лучшее состояние, не будут ни в чем этом нуждаться. Поэтому-то и сам Господь, когда воскрес, то одежды свои оставил во гробе и в пещере погребальной, а тело воскресил нагим, окруженный несказанной славой и блаженством. Зная это, возлюбленные, и будучи вразумлены словами и научены глазами, станем вести такую жизнь, чтобы, как восхищены будем на облаках, всегда жить вместе с ним и, спасшись его благодатью, наслаждаться вечными благами, которые дополучим всем и во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.